Технологии. Речь не только о промышленности, но и об аграрном секторе. Глава государства, продолжая рабочую поездку в Полесский регион, ориентирует местных управленцев наращивать технологичность сельского хозяйства. Иначе можно просто не снять. Такой диалог Александра Лукашенко состоялся с губернатором области. Климатические, не самые простые земли, с этим согласны все. Но и здесь можно добиться результатов, если к делу подходить вдвойне ответственно и строго соблюдать агротехнические процессы. В этом смысле кадры решают все. Рабочая поездка оказалась крайне продуктивной. В Петриковском районе новый руководитель. Обо всем подробно в сюжете Катерины Круталевич. Утро субботы в президентском графике началось с полей хозяйства Полесье Агроинвест. Предприятие одно из крупнейших в районе. Половина всего, что производят аграрии, приходится на их долю. Мясо, молоко, зерновые президенту доложат и о ходе уборочной, но сначала о ходе посевной. Уже о зимово рапса. Вы считаете, что уже пора рапс на юге сеять? Те земли, которые особенно песками и песками поселаются, начинают с конца июля. То есть фактически с 1-2 числа. Мы тоже в этом году приступили. Ну ладно, посмотрим, но я бы тебе советовал не сеять все сразу до 5-го числа. Я боюсь, из-за культуры земледелия и технологий в Гомельской области, да и во многих же других хозяйствах, других областей, мы не справимся с ростом. Ты же понимаешь, что рано посеяли, это как в народе рот капусты вылезет, перерастет осенью, значит, может погибнуть в зиму. Ретарданты надо вносить, чтобы сдержать рост. Внесут ли у вас их? Александр Иванович, они не так дорого стоят? Ну хорошо, внесете, я в ваши технологии не вмешиваюсь, но я на вашем месте бы попробовал. Все-таки два-три этапа посеять и сделать вывод. Потому что вот я в восходе был, у агронома спрашиваю, он говорит, 5-го посеяли. А это, говорит, через 10 дней. Разница 10 сантиметров. То есть 5-го числа ранние посевы дали очень высокий урожай. А дальше пошло снижение. РАПС для нас, культура новая. Все бросились на РАПС. РАПС очень рентабельная культура, прибыльная. Но надо понимать, что РАПС очень затратная культура. Если ты вложился в РАПС хорошо, ну ты тогда и получишь результат. Про эту часть гомельских земель говорят с песком. Везде соблюдение технологий имеет первостепенное значение, но тут это просто жизненная необходимость. Иначе, как скажут президенты, начинать не стоит. Плюс климат, региону нужны дожди, и в этом году они вроде бы были, страдая и для области, и для района практически завершена. Губернатор доложит о цифрах уборочной. По ситуации, на сегодня 80% уборки осталось 65 тысяч гектаров. За 6 похожих дней область уберет урожай. Мы ожидаем в этом году колоссовых 728 тысяч плюс 157. Костоцветные убрали, получили... Хорошо. При урожайности колоссовых? 21 центнер. 21 центнер. Это что посеял, то убрал. Не совсем, но почти. Ну, этот год, он такой... Ну, у тебя всегда, я говорю, то сухо, то влажно. Ну, надо учиться при этой земле, при этой... Идеальный год, Иван Иванович, что ты говоришь? Это идеальный год. Столько влаги было. Для нашей страны влага, это... Правильно, потому что надо учиться. Я вот проехал по этой дороге, посмотрел, думаю, если бы вы так везде в области работали, ну, так тоже были бы на вершине. Вылизано, посеяно, выровняли ровненько все. Даже, по-моему, излишне вы тут уже отутюжили. Идем по той задаче, что вы ставили. Постараемся на 100% выдержать всю технологию. Ну, и ведем сейчас... Иван Иванович, без технологии не надо сеять. Особенно в Гомеле. Ну, не надо и все. Лучше пускай... Мы подумаем, кому отдать это поле и хозяйство. Ну, что вы сеете? Ну, 20 центнеров с гектара, это не урожайность. Если ты сказал, что в этом году мы 30 получили, это подвиг. А 20, это не урожайность. Заправка при этой бальности земли 19. Заправка делается, что как минимум рабство получить 30 на этом поле. Ну, дай бог. Сделайте все технологично. 30 минимум вы получите. Но нужны технологии. По словам губернатора, выработали в регионе структуру площадей. Что это такое? Это когда аграрии, наблюдая за погодой и за урожайностью, делают вывод, чего сеять больше. Сейчас стратегия на юге больше озимых. Они занимают 70% полей. Плюс кукуруза. В прошлом году урожай был рекордный. В регионе собрали больше 400 тысяч тонн. Но от кукурузы, наверное, мы никуда не уйдем. Не уйдем. Кукуруза, наверное, нас во многом спасает. Ну, я имею прогонистку, да и по всей стране. Вы посмотрите, какие посевы кукурузы даже у вас. А кукуруза, это же и зерно, если оно вам надо. И неплохое зерно, так же? И это же и сочный корма, это сила. Это хороший корм. Хороший корм. Нельзя заготовить его. Руководителя Агроинвеста президент спросит и про удобрение. Достаточно ли всего? И сколько уже внесли? В таких диалогах всегда становится понятно, раздает руководитель задачи из своего кабинета или выходит со всеми на поле. И как часто он это делает? Что под спашку уносили? Калий. Непосредственно после уборки. Только калий под спашку унесли, да? Под спашку калий, под заделку уносили. Сколько пахал глубиной? 15 сантиметров. Глубже на песках мне не пахал. Достаточно 15? Вполне. И под это внес калий? Да, под пахоту. Органику ты не вносил, потому что ее у тебя нет? Органики у нас достаточно. В год мы вносим 170-200 тысяч тонн органики. И у нас и готовим ее. Но здесь ты не вносил? Здесь мы вносили в том году предшественник под кукурузу. Всю органику мы планируем все в обороте. Это под сел кукурузы. У нас в среднем в плане в сел обороте 3700 до 4000 доходит сел кукурузы. Потом эти поля после уборки кукурузы, они уже планируем по сел обороту, это сел азимов. На этом поле мы внесли... Калий внесли, запахали? Да, запахали. Внесли азот, фосфор под культивацию, заделали. Азот и фосфор носили потом? Конечно. Еще несколько уточняющих вопросов и начнется кадровая часть рабочей субботы. Новый оперативный формат в поле. Давайте о главном. Ты хочешь, чтобы он работал председателем райисполкома? Да. Председателем райисполкома. Справится. Справится. Ты в теме объединения, хозяйства МНПЗ, с одной стороны, с другой стороны, Белкали и так далее. Ты в теме, плюс Лясковича останется. Да, да. Ты с этим согласен? Вполне. Это по сколько будет гектар у МНПЗ и Белкали? Пассивных у МНПЗ будет 16 тысяч, у Белкали в пределах 25 тысяч. И у Лясковича остается там 5 тысяч. И весь район ты охватишь. Да. Культура земледелия должна быть такой, как у тебя здесь. Да, мы будем работать. Ну, хорошо. Будем считать, что с понедельника ты председатель райисполкома. То есть не подведу. Но имею в виду, здесь хорошее хозяйство. Не дай бог загубится. Нет, нет. Поэтому ты посмотри, кто будет здесь работать. Задача понятная. Подумайте. Ты не против? Нет, конечно. Или против? Достойная кандидата. Достойная. Ну, слава богу. Хорошо. Решение принято. Техника в полях сейчас работает практически без остановки. Президент повторит, чтобы не ломалось, нужно беречь. Здесь и про дисциплину мех дворов, и про ответственность людей. Что касается запасных частей. Белорусская промышленность в состоянии решить эти задачи. Главное, вовремя их ставить. Скажет глава государства. И уборочная, и посевная. Это, конечно, технологичная командная работа. Но и мастерство здесь играет не последнюю роль. Посев – это искусство. Если он и агроном, а не только механизаторы за это будут отвечать, на краю поля стоят, ты же знаешь, как это. Тогда посеют как надо. А нет, я вот сверху лечу, значит, огрехи бешеные. То есть сейлка где-то сработала, где-то нет. Механизатора послали на планерки. Иди то поле посею. Ну, он и сеет один. Никто не контролировал, никто не смотрел. А надо качественно посеять. Это главное. В правильности кадрового решения все убедились и на ферме, которая тоже входит в состав Полесья Агроинвест, учредитель Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Но, как скажет уже экс-глава хозяйства, помощь финансовая, в том числе, нужна была только на старте. Деньги расходовали разумно, нового ничего не строили, просто приводили в порядок и постройки, и территорию. А сейчас зарабатывают сами. Была ферма строения Советского Союза с привозным содержанием и молокопроводом бачки. Это буква Н или один сарай? Ну, буква Н? Да, буква Н. Была? Да, была. Под 200 галу? Под 200 галу. Типичный. В 2006-2008 год на основании вашего распоряжения оно было продано Мозырскому НПЗ. Мозырский НПЗ провел реконструкцию. Сделали реконструкцию у всех сараев под содержанием молодняка. И в последующем с молочного комплекса, здесь недалеко вышло, на основном только дойное стадо. От дойного стада получаем телят и передаем сюда на доращивание. Для воспроизводства. Воспроизводства. Для себя или продаете? Нет, для себя. Ну, теперь же тебе придется делиться по всему району где-то немножко. Придется. Да, понятно. Малыши со старта в хороших условиях. На свежем воздухе, но и с местом, где можно укрыться. Вот вроде бы деталь. А от этого ведь во многом зависит здоровье стада. Это самый нормальный вариант. Телят держать надо под крышей. Все эти клетки, это чепуха. Особенно то, что он придумал, будучи министром, полиэтиленовые. Я попробовал теленка у себя там на ферме, думаю, посмотрю. Слушай, он мокрый? Неудобно. Нет, он мокрый, жаркий. Когда жарко, он весь вспотевший, мокрый. Точно заболеет? Поэтому вот это самое нормальное. И это самый дешевый будет вариант. Особенно на Полесе мужики-трудяги, они не разучились. Навесик поставили. Конечно. И разбили это на клетки. Ну, только санитарные надо смотреть, чтобы дезинфекцию после. Очистить, побелить. Совершенно верно. Это надо железно заставить всех делать. Еще одна составляющая успеха на фермах – люди. Точнее, отношение людей к животным. Это очень легко определяется. Если, заходя к коровам, животные начинают нервничать, значит, их здесь обижают. Это уже не говоря про визуальный фактор чистоты подстелок, свежести корма, даже просто запахов. На этой ферме все как нужно. Чисто, животные не боятся, не в классическом понимании, а как это должно быть в таких хозяйствах. Что больше всего нравится в работе? То, что хороший коллектив, что вот все, организация хорошая, что все предоставляется, что вот нету, как в других бывает, фермах, что безлаберное, простите за выражение, вот, а здесь все, ну, что… Хочется приходить? Да, хочется приходить и хочется работать. А сколько заработать? Ну, по-разному бывает, смотря у кого сколько телок стоит, смотря какой привес, у каждого по-разному, но приблизительно две тысячи выходят. Шесть помещений, почти полторы тысячи скотомест. Комплекс стоит чуть на пригорке, поэтому всегда и сухо, и проще убрать отходы. Вот секция быки, все остальные у нас телочки. Это оно по кругу идет. Вот по кругу. Телята, склеты в домик заходят. Ну, слушай, если у тебя все время так, как сейчас, это то, что надо. Все спокойные, не обращают внимания, накормленные, лежат, сухонько, все хорошо. Надо, вышли на воздух. Если это так, ничего больше не надо. Это идеально, это из-за траты меньше. Это же старое, я вижу, помещение. Да, старое. Привели в порядок. Да. Идеально. Вот он уже знает, как делать. Сюда ты можешь ездить отдыхать. Что ему указывать? Он или делает, или не делает. А он уже знает, как. Вот в каждом районе у тебя должны быть такие руководители, которые знают технологии содержания животных. Ты комбикорм им даешь. Комбикорм, вода, подсылка. Ну, я смотрю, ты вон, ну, сенаж какой-то. После четырех месяцев содержания начинаем прикармливаться всем уже. С четырех месяцев они же кормятся к кормосместе. По группам. В кормосместе включаются сила, сенаж, солома и комбикорм. Ну, ничего больше не надо. Идеально. Но нужна дисциплина. До 2031 года на все молочно-товарные комплексы у области есть планы. Что-то реконструируют, что-то закроют. В итоге будет 340 объектов, но все нужного качества. Огорожено все. Все старье привел в порядок. Я смотрю, что-то похоже и в Лясковичах. Когда это хозяйство создавали, лет 15, может, 20 назад, приехал комплекс этот их основной. Посмотрел. Мы тут снесем сейчас. Подождите, что сносить. Давайте-то приведем в порядок. Я еще там корову доил одну. Женщинам показывал, как доить корову. Ну, они привели в порядок. Правда, я уже давно там не был. Но тогда это было вот как у тебя здесь. Огородили. Никто лишний не зайдет. Аккуратненько. Люди приходят, с удовольствием работают. Поэтому вот такой должен быть молочно-товарный комплекс. Вот так на позитивной ноте президент попрощается с присутствующими. За главного отвечает на вопросы. Останется новый глава райисполкома. К слову, о его карьере он начинал здесь же в хозяйстве с заведующим гаража. А потом плавный рост, зам главного инженера, главный инженер, зам директора и директор. Эта история пробить в одну точку. Но не нужно быть кадровиком, чтобы понимать. У этого руководителя действительно везде будет порядок. Мы же здесь довели, ничего особо. Это все довели наши работники. Трудолюбие наших людей, которые непосредственно работают на этих объектах. Сколько времени для этого понадобилось? Ну, это постоянная работа. Это не время, это, наверное, с первого дня понятие дисциплины, уборки и ежедневно. Теперь эта история успеха должна скопироваться на весь район. В Петриковском живут больше 25 тысяч человек. Это совсем другие объемы и другой масштаб. Но, как говорили и во время назначения, белорусское полесье не своих не принимает. Так что все по плану. Что касается визита президента в регион, официально он еще не завершился. Тем более, что выходные в графике главы государства в уборочную, как и у всех аграрии в стране, скорее формальность. Екатерина Круталевич, Иван Мартынович, Владислав Лопатин, Михаил Тихонов. Агентство теленовостей.